В день 220-летия со дня рождения великого земляка Владимира Адаля состоялся торжественный митинг у памятника казака Луганского, установленного возле здания физиотерапевтической поликлиники. В мероприятии приняли участие советник главы Луганска Народной Республики Марина Викторовна Филиппова, глава администрации Луганска Манолис Васильевич Пилавов, депутаты Народного Совета, ректор Луганского государственного университета имени Владимира Адаля Рябича Виктор Дронович, проректор по научно-педагогической, социальной и воспитательной работе Коваленок Сергей Сергеевич, доктор филологических наук, профессор Далевского университета Фисенко Юрий Павлович, а также активисты Далевского университета и общественных организаций. Советник главы Луганской Народной Республики Марина Филиппова поздравила всех с днем рождения казака Луганского, а также рассказала о значимости года Владимира Адаля. Вы знаете, когда мы объявляли, была эта идея объявить 2021 годом Владимира Адаля, то главная цель, которая ставилась, это еще раз привлечь внимание к его творчеству. И я уверена, что мы добились этой цели, потому что мы увеличили количество его сторонников, его почитателей. И самое главное, привлекли внимание к масштабу этой личности, чтобы еще раз каждый задумался о том, какой воистину великий человек жил на Луганской земле, творил на Луганской земле. Глава администрации Луганска Манолис Пилавов рассказал о важности наследия Владимира Ивановича Даля. Даль своим творчеством прославил нашу Луганскую землю. И сегодня, когда мы изучаем творчество Даля, то оно несет за собой как образовательный, так и воспитательный момент. Сегодня Далинские учения объединяют многие миллионы людей, которые участвуют в этом процессе. И это говорит о том, что Даль и сегодня с нами. Заместитель председателя Народного совета Олег Коваль подчеркнул, что Луганская земля чтит память великого земляка. Мы прекрасно помним и чтим тех людей, которые внесли вклад в развитие нашего края и великой России. Сегодняшний день каждому луганчанину, безусловно, дорог. Мы вспоминаем нашего великого земляка Владимира Ивановича Даля. И для нас великая гордость понимать то, что это был человек, который родился в городе Луганске. Человек, который был по духу русский и сделал все для того, чтобы прославлять свою родину, не жалея себя и делая все для своей родины, что было в его силах. Доктор филологических наук, профессор Далейского университета Юрий Фисенко рассказал об обширной сфере деятельности Владимира Даля. Я считаю, что свершения его настолько велики, что мы просто их не понимаем до конца. И поэтому проходит 50 лет, 100 лет, 150 лет, и можно смело утверждать и 320, и 420. И люди будут думать, ну как же это можно было все сделать одному человеку. Действительно, до сих пор ни один исследователь не перечислил все виды деятельности Владимира Ивановича. Заведующая отделом информации и поддержки молодежных инициатив Луганской молодежной библиотеки Екатерина Голубничая обратилась к присутствующим, ставя в пример разностороннюю личность казака Луганского. Именно поэтому мы очень трепетно относимся ко всему, что он успел собрать за свою жизнь. Изучаем его невероятную судьбу, ведь Владимир Иванович до сих пор остается человеком, на которого следует равняться. Человеком, в котором гармонично сочетались хирург, педагог, морской офицер, лексикограф, общественный и государственный деятель. И сегодня, в годовщину дня рождения Владимира Ивановича, я хочу обратиться ко всей современной молодежи. Стремитесь быть разносторонними, старайтесь создавать новое и приумножать его. Не забывайте о своих корнях и самое главное, берегите свой язык. После присутствующей на мероприятии торжественно возложили цветы к памятнику Владимира Ивановича Даля, который, кстати, был установлен в 1981 году в честь 180-летия со дня рождения писателя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok